Как вы отреагировали, когда получили предложение? Это интересно. За день до того, как я согласился на роль, мне позвонили по телефону от Мэла. Голос сказал, это Мэл. Какой Мэл? И мысли не возникло, что это Мэл Гибсон. Для меня Том Круз, Мэл Гибсон, такие имена неотделимы от фамилий. Ты еще думал о чем-то своем. Мэл? Какой Мэл? А он начал говорить о фильме. А потом начал отговаривать от роли. После того, как он предложил вам роль, он пытался отговорить от нее. На следующий день он сказал, я хочу, чтобы ты знал, через что тебе придется пройти. Ты можешь никогда больше не получить другую работу. И это он повторил несколько раз публично. Ведь вы готовились играть роль сына Божьего? Прекрасный вопрос. Как готовился? С помощью огня. Вспоминая, как я играл эту роль, могу только сказать в двух словах, что это был неугасимый огонь. Физически мне трудно было играть в сцены страдания. Меня начинали гримировать в два часа утра и заканчивали в десять. Все это время я вынужден был стоять в ужасно неудобном положении и ни разу не мог присесть. И так продолжалось изо дня в день, и я страдал от гипотермии. Я вывихнул плечо, и из-за всего этого я стал молиться. И что-то очень важное происходило со мной, потому что я просто сходил с ума. Я смотрела и думала, мы фильм смотрим всего два часа, и это настолько эмоционально сложно. Сложно смотреть просто. А я думала, ведь это же на самом деле это часы, это минуты, это секунды вечности, наверное, для Иисуса, когда он это переживал. Я видел, как зрители, сидящие передо мной в небольшом кинотеатре, закрывали свои лица, потому что больше не могли смотреть на это. Сейчас вы сказали нечто очень важное. Люди опускали глаза, когда видели эту сцену. И то, что они видели, был их собственный грех. А иногда так не хочется видеть свой грех, и так тяжело на него смотреть. Но этот фильм заставляет вас увидеть себя, но не так, как вы хотите видеть себя, а так, как Бог видит вас. Так что никто не будет пассивным зрителем. Я смотрела на его раны, у меня было ощущение, что это я разрывала его плоть. Это мой грех. И, наверное, никогда я не смогу заслужить его прощения. Я не знаю, как дальше моя жизнь будет идти, но я знаю, что с сегодняшнего дня все будет по-другому. Это очень сильный фильм. Я, наверное, никогда еще не видела таких вещей, чтобы такое произвели впечатление. Во время съемок я чувствовал присутствие Иисуса. И я молился. Я хочу, чтобы люди видели не меня, а Иисуса. И через этот фильм люди будут обращаться к Господу. И больше всего мне хотелось, чтобы зрители приняли решение, следовать ли им за Ним или нет. Джим просто совершенен. Фактически, он не сделал ни единой ошибки нигде в этом фильме. Эта игра своего рода была совершенно безупречной. Он просто был. Вы не видели его играющим. Он просто был. Он был Иисусом. И нет ничего, что уводило бы внимание от него. Я верю, что был призван сыграть эту роль. Но в глубине сердца я всегда сомневался, тот ли я человек. И когда я смотрю на своих соотечественников-американцев и на людей во всем мире, я говорю им, что хочу, чтобы они, не стыдясь, исповедовали свою веру публично. Именно это я делаю сейчас перед вами. Благая весть. В Библии говорится, что все согрешили и лишены славы Божьей. Наказание за грех смерть, то есть вечное отделение от Бога в аду, мести мучений и слез. Но в Библии есть и благая весть. Бог стал человеком и умер за грехи людей, чтобы примирить их с собой. Всякий, кто покается, обратится от своих злых дел и уверует в Иисуса Христа, примет его спасителем и Господом будет спасен. Иисус полностью заплатил на кресте за грехи мира и предлагает всем принять дар вечного спасения. Мы не можем заработать спасение добрыми делами. Библия говорит, что перед Богом вся наша праведность как запачканная одежда. Многие считают, что нужно быть просто хорошим человеком, регулярно бывать в церкви, тогда Бог пустит на небеса. Но в Библии сказано, что согрешив хотя бы однажды, человек становится виновным в нарушение всего Божьего закона и должен быть осужден на вечной муки в аду. Именно поэтому только совершенно безгрешный Иисус смог заплатить за наши грехи. И именно поэтому мы никогда не сможем заработать спасение своими усилиями. В Иисусе исполнились сотни предсказаний пророков о пришествии Мессии и его воскресении из мертвых, которое свидетельствовало о том, что он Бог и проклятие смерти не имеет над ним власти. Бог так чудесно все устроил, что нам только остается принять его дар по вере. Библия говорит, что если устами будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасен будешь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok